Доброе утро или добрый день или добрый вечер. Мы всегда повторяем эти слова, потому что мы очень-очень хотим, чтобы время нашего общения с вами было добрым для вас. Я напоминаю вам, что вы смотрите и слушаете телевизионную программу «Духовная дипломатия» и с вами Михаил Маргулис. Я, как обычно, начинаю нашу программу символическим жестом. Мы напоминаем вам о том, что существует время, которое остановить никому нельзя, и поэтому время нашей жизни надо особенно ценить нам с вами. И также я беру наш волшебный ключ, который не открывает двери, сундуки парадные, а он открывает сердца наши с вами, открывает наши души для того, чтобы разговор у нас получился действительно задушевный, искренний и по-настоящему честный. А честность – это когда ты говоришь то, что думаешь. И вот мы в наших программах стараемся действительно говорить то, о чем мы думаем, то, что волнует наши души и, по нашему разумению, волнует и ваши сердца. С вами, напоминаю, программа «Духовная дипломатия» и Михаил Маргулис. Мы нашу сегодняшнюю программу будем проводить в условиях необычных для вас и для нас. Мы ее запишем в трериях Америки, в штате Флорида. Итак, следуйте за нами, и вы сейчас нас увидите в этой обстановке. Вы знаете, возможно, мою статью, которая называлась «Христианская песня. Путь по минному полю». Вот я рассуждал о том, что деградировало, вообще деградирует искусство, и в частности, христианская так называемая песня. А вообще, вот вы считаете, что в искусстве надо как-то делить христианское, нехристианское? Может быть, как вот когда-то мне сказал Бродский, такой поэт известный, Наум Коржавин, говорили, что хорошая, высокая поэзия, высокая песня, высокая музыка, они всегда духовные. Духовно, да? Я тоже самое всегда помню это выражение. Настоящее искусство, оно всегда духовное. Это Бродский сказал, да. И я всегда говорю так, вообще весь мир, он сводится к семье в конечном итоге, и ко всему простому. Значит, у нас молоко, вот если мы, у нас с вами корова, и мы с вами вот производим молоко, мы его назовем христианским, если мы хотим, чтобы его покупали у нас больше, или там вот люди угощать всех, мы будем называть мароко или мед, будем христианским называть? У нас христианский пчелиный мед, допустим. Ну, почему? Можно назвать. Можно назвать. Может быть, кто-то как бы больше купит, да? Ну, вот, верующий купит больше, да. Да. На месечковом уровне, на маленьком, на таком локальном, наверное, людям выгоднее, проще назвать все, вот какой-то лейбл прицепить, назвать христианским, да? Понятно, да. А на широком, если мы говорим о том, что Христос должен шире, о нем нужно профессиональнее, мудрее, интереснее, театральными постановками... Ну, дело не в Христе, Георгий. Не в Христе. Да, вообще, в принципе, надо делить, или оно автоматически высоко, Бетховен – это христианская музыка, или бах? Они уже... Просто уже... Это просто музыка, понимаете? Просто великая музыка, и потому что она великая, она и духовная. А вот сейчас давайте коснемся христианской песни. Вот получилась такая, как бы, то, что в английском языке «gaspel music», значит, евангельская музыка, получилась так называемая христианская песня на русском языке. Я писал эти песни, рифмуются, там, слезы, мемозы, морозы, грозы, грезы и так далее. И вообще какая-то белиберда получилась, которую выдают, как бы, за прославление Христа, за прославление Бога. А вот что вы думаете о таких песнях? Я считаю, что плохая песня – это такое же исполнение плохой песни, это такой же позор. Это не прославление, а позор для Бога, пей так о нем. Вот помните, была песня, там, не будем называть имена, они пели, значит, «Нет тебя лучше», это он жене своей посвящал песню, «Нет тебя лучше среди людей». Лидей, он исполнительный. Леди, да? Ну, леди, значит, он не знал, что она не склоняется. Он говорил, «Нет тебя лучше среди людей». Ну, если ты перед этим, как начинаешь петь о Боге, ну, ты же, как бы, выучи, как надо сказать правильно, к примеру. Или музыка, она не должна напоминать, там, аккорды, там, цыганском, цыганского лагеря. Она же должна быть такой же чистой, как имя ты, которое ты прославляешь, и такой же талантливой. А вообще, я считаю, вы знаете, что у нас активность, вот, среди верующих людей, заменяют часто талант. Человек может быть совершенно бездарный, да? О, это очень активный, очень хороший. Пусть поет, пусть пишет стихи. Он читает километр стихов, значит, которые никому не нужны, ни Богу, ни людям, ни ему самому. Или поет песню, которая не нужна ни Богу, ни человеку, ни ему самому. Вот что вы думаете? Михаил Зеленович, вот как вы сейчас сказали, вот я так и думаю, что это не нужно ни Богу, ни ему самому, никому. Хорошая песня, она проверяется слезами, я не знаю, радостью, каким-то переживанием, понимаете? Если, может быть, действительно одаренный человек этот, который, у него такой дар, что он прям ежедневно рождает по 20 песен, понимаете? Но я таких как-то мало встречал. Вот поэтому я возвращаюсь к тому, что вы сказали, вот о слезах, я говорю, что настоящая песня, настоящее стихотворение, рассказ, музыка, оно все равно рождается часто, часто, может быть, не всегда, но из боли, из пережитого. Самые лучшие произведения в мире, они рождались после потрясений человеческих, после страданий человеческих. И человек очищался, когда писал такое произведение. А вот, конечно, как этот человек, который говорит так, на 22 число я должен сделать еще 7 песен. Конечно, это массовое, это все никому не нужно, и даже говорить об этом и то тяжело. А еще, я вам скажу, еще здесь проблема в том, что люди, которым он привозит эти песни, они, знаете, они воспринимают эти песни. Ну да. И они говорят, да-да-да-да-да, как хорошо. И они никогда не сделают усилия, чтобы им послушать ни Баха, ни Бетховена, да, не узнать о Сатрисе, не сравнить, знаете, как бы, принимают все за чистую монету. Понятно. Значит, двухсторонняя, знаете, у любой монеты есть две стороны. Ну, дело в том, что каждое правительство заслуживает, каждый народ заслуживает правительство, которое он выбирает, и каждый зритель заслуживает его исполнителя, который он выбирает. Но ведь задача исполнителя, если он действительно хочет что-то сделать для Бога, поднять зал, поднять его выше, поднять человека выше, чтобы он не только там удивлялся, умилялся какими-то там сентиментально слезливым там словам о Боге, а чтобы он почувствовал его. Ну, мне трудно говорить об этом. Вот вы знаете, Михаил Владимирович, я вам хочу сказать одну вещь такую. Давайте теперь я возьму, значит, затем в свои руки. Я считаю, что вот я своим творчеством стараюсь воспитать, вот кто что поет, то так и воспитывает. Знаете, вот стихи воспитывают, песни воспитывают людей. Я когда зашел на сайт один, одной группы, и вдруг смотрю, им письма пишут, там, Аллилуйя, слава Господу за вас, там, или там, какие прекрасные у вас песни, Аллилуйя, Аминь. Я думаю, вот эти люди, естественно, они братья и сестры, но та группа, они воспитали таких вокруг себя. Я всегда считаю так, что Марина Цветаева, она утром просыпалась, брала карандаш и работала над каждой строчкой. Она и великая ПТС, но она еще была великая Пахарша. Поэтому здесь нужно пахать, здесь нужно делать такие усилия, чтобы каждый альбом этого музыканта можно было подарить президенту, вот я так стараюсь, знаете, чтобы каждый альбом от обложки до внутреннего состояния, до песни, до аккорда, до всего, можно было поставить как на радиостанции на христианской, допустим, да, мы называем как бы в христианском мире свои радиостанции. Но то же самое, эти песни должны звучать на любых обычных радиостанциях. То есть то, к чему мы приходим, с чего начали, что написанное, интересное, созданное высоко и талантливо, оно будет интересно для всех. Конечно. Если вы напишите о Боге, и это будет прекрасно, то это будет слушать атеист, ему будет прекрасно, так как слушает Баха, слушает что, верующий только. Поэтому, да, человек, первое, должен быть талантлив, как Пастерна говорил, талант – единственная новость, которая всегда нова. И второе, то, что вы сказали, он должен обладать, он должен работать, потому что даже талантливый человек должен работать с этим талантом. Мы знаем в жизни с вами много людей талантливых, они ничего не сделали, потому что они не могли заставить себя работать. Ну вот из этих двух компонентов состоит, зависит рождение, от этих двух компонентов зависит рождение вот чего достойного в искусстве. В данном случае мы говорим о песнях. Так что же делать вот с таким мусоропроводом, таким песенным, что же делать? Михаил Зинович, мы ничего не сделаем, ведь мы существуем в том мире, который вправе купить этот альбом у этого человека или взять, или он ему подарит кому-то. Понимаете, а тем более сейчас при массовости, при возможностях интернета, Михаил Зинович, просто… То есть интернет дал свободу всему. Ну я думаю, что, естественно, хорошая песня, она будет скачиваться с интернета, она будет быть популярной, она будет популярной, а плохая песня, она просто сама по себе умрет. Я думаю, что, да, вот правильно, что хорошая песня, дополню вас, останется. Останется, да. Какая уйдет небытия в сточные канавы из мусоропровода. Есть один закон, которым я также проверяю всегда песни, это искренность. Вы знаете, есть песня, которая написана для того, чтобы бабок заработать, денег заработать, срубить, попса. Да, да, ну, я не всю попсу имею в виду, вообще есть профессиональная попса, а есть просто халтура, знаете, которая. А есть искренняя песня, которая всегда, ну, коснется сердца, понимаете, как угодно. Она либо заставит нас шевелиться, там, радоваться. Если она несовершенная в своей музыке, в тексте, но если она очень искренняя и какой-то уровень соблюден, значит, она тогда достигнет, достанет сердца человека, да? Да, конечно, да. Ну, интересно, а вот какие-нибудь стихи, строчки из поэзии вы помните по памяти? Ну, из своих я могу вот вам... Нет, 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 из своих это потом, а вот из таких, которые вы всю жизнь повторяете. Вот я повторяю. Да. Вы знаете, Галича, замечательное стихотворение, я всегда очень люблю его повторять. Ходосевич, у меня есть любимое стихотворение. Ну, вот его «Было небо вымазано суриком, Голую поземку гнал апрель, И тогда, прислушиваясь к сумеркам, Услыхал я первую капель. И весна безумнее безумного Вырвалась внезапно из оков, И простую тайну причащения Услыхал я в тайне снегов». Ведь в чем смысл жизни человека, я считаю? Я всегда это повторяю для друзей, там, не знаю, в программе, где я веду, я стараюсь человека пододвинуть к творчеству. Вы понимаете, мир, который заставляет нас зарабатывать деньги, да, сейчас, он отвлекает человека от главного своего предназначения. Каждый человек является творцом, понимаете? Хотя есть, конечно, работа дизайна, архитектора, там, строителя, там, и многое такое, да? Но каждый человек, я считаю, в нем заложена уже колоссальная вот эта вот возможность к творению, творить. Потому что Бог изначально что он сделал? Он сотворил, сотворил небо и землю. И человек начинает творить. Ну вот, последние годы, я говорю, что вот сложно найти вот эту жилку, которая, когда бы небеса открывались, знаете, Игорь Занович, и начинается тебе диктовка, начинается тебе вот этот вот посыл информации, начинается вот это творчество, начинается себя переть, ты только успеваешь записывать, записывать, записывать. Это очень уникально. Ну, это то, что вы говорите, это уже касается духовного, так сказать, прикосновения. Вот есть такие произведения в мире, которые люди точно уверены, что это было продиктовано. Есть спорный, я не знаю, насколько действительно вам было продиктовано, или вы духом своим так воспарили, и так были, и Господь вам дал, как говорится, такое прекрасное состояние, вы смогли написать. А вот, например, Рахманинова музыку, которую невозможно играть почти, если ты, ну, много лет не занимайся этим, считают вот многие, что это было продиктовано сверху. Или у Моцарта музыка гениальна. Ну, как вдруг такая музыка появится, если это небеса не продиктовали? То есть, есть какое-то, конечно, вот это чудо прикосновения Божьего, да? Вот я, вот то, что вы сказали, согласен с этим, потому что бывает, это то, что мы будем называть таким русским словом озарение, озарение, и вдруг вы чувствуете, что это уже не вы, что кто-то будет вашей рукой, что возникает в душе мелодия, которую нужно зафиксировать. Я всегда, последний год я исследовал эту тему и пришел к выводу о том, что озарение, оно не приходит просто так, оно приходит через огромную пахоту. Да. Если мы говорим, я хочу откровение от Бога, оно не придет вот так вот. О, пумс и откровение. Может прийти, да? Но в основном это молитвенная пахота, утро, вечер, день. Работа. Работа, на систему. Если человек хочет получить откровение, он будет в молитве. Если человек хочет написать хорошую картину, он будет набивать себе руку, он будет набивать кисть, полотно, он будет тратить краски, финансы на это все, время на это все. Если он хочет написать хорошую музыку, как Рахманинов тот же, как Ницше. И что будет тратить, и что? А без чего это невозможно? Это невозможно. Вы что-то хотите сказать? Конечно, я хочу сказать, что без любого усердия, без посвящения, без благословения, без благословения это ничего не будет. Да, да, потому что талант может быть, усидчивость может быть, рабочее состояние может быть, но нужно для того, чтобы в Велико было создано еще благословение. Благословение, да. С неба. И вот тогда происходит слияние человека. Слияние пахоты и благословения. Благословение. Ну вот мы сейчас с вами идем по Флориде. Трудно поверить, да. И пальмы с этой стороны, и сосны с этой стороны. И как будто и вместе мы идем по субтропикам и по России, да. Напоминает какое-то где-то под Санкт-Петербургом место. А это, конечно, пальмы. Они не напомнят вам ни Москву, ни Петербург. Но все это один шарик. Это наша жизнь. Это наша планета. Николай Васильевич, и она висит ни на чем, я говорю всегда. Мы висим с вами ни на чем. И иногда человек начинает еще капризничать и говорит, ну вы знаете, у меня столько проблем. А вот посмотришь, маленький шарик вот такой вот, который висит вот в этой вселенной. Представляете? Шикарно. Поэтому, Георгий Владимирович, будем благодарны Богу за любой день. Конечно. В любом месте планеты. Если в этот день мы можем немного улыбаться, иногда молиться, ходить, чтобы не наш вели, а чтобы мы сами шли. И чтобы мы чувствовали в этой жизни, что мы не одни, что вот есть колоссальные облака, колоссальные, это синтез синего, голубого, белого, белоснежного. И все это, как помните в Библии сказано, небеса проповедуют славу Божию. Если мы проповедуем славу Божию на земле, а небеса проповедуют там, то и мы это понимаем, что мы отражение небес, что мы отражение Творца, мы Его творение. Вот тогда жизнь приобретает смысл. Это не важно, сколько мы тогда проживем. Важно, как мы прожили этот отпуск, который нам дал Господь прожить на этой земле. Я абсолютно разделяю Вашу точку зрения, потому что все человеку содействует ко благу. И здесь он для того, что вот если мы говорим о предназначении жизни человека, я хочу с Вами поделиться одной мыслью, которая последний год все время у меня крутится. Я думаю, что здесь смысл жизни человека, знаете ли, что Бог еще сотворил человека для встречи. Чтобы он встретил Бога, чтобы мы с Вами встретили друг друга, чтобы мальчик встретил девочку, чтобы там возникла какая-то любовь, какое-то, знаете, соработничество, сотрудничество. И вот в этом как бы вот в этом разряде происходит и благословение такое, которое приносит плоды еще на других людей, которые вокруг нас везде. Вот в этом я считаю. А сатана действительно и говорится о том, что он вот как бы пришел разрушить, разрубить там, разлучить нас. Вот потому что Бог сотворил человека для встречи. Поэтому, Георгий Владимирович, я всегда говорю, что все наши важные встречи и расставания на этой земле Бог назначает на небесах. А задача человека, цель человека на этой земле, знаете, как я объясняю, отвечая на Ваш вопрос, найти когда-то прерванную связь с Богом, с Творцом, которая была прервана в Эдемском саду. И соединить ее снова, и снова стать с Ним. Вот это цель пребывания. Аминь, аминь. Я абсолютно согласен. Аминь, аминь. Ну, Гера, можно я так скажу, да? Да. И вот как бы в завершение нашей беседы, вот, может быть, спойте, исполните песню, которая вот как бы сейчас бы всплыла на поверхности Вашей души. И хотелось бы вот на такой песне закончить нашу программу, нашу беседу. Да, Михаил Дмитриевич, я вот, видите, я уже с гитару взял, потому что я знал, что я буду петь песню. Вот, хочу такую песню спеть. Ну, она очень популярная вообще, ее многие поют у меня, вот, наши друзья. Песня называется «Про свечу». Такая жизненная песня. Я всегда говорю, что трудно нам найти иногда черную кошку в черной комнате. А свет, он, знаете, высвечивает и становится больше света. Итак, песня про свечу. Я зажег свечу, но не вспыхнула она. Я подумал, полечу, но были ноги до земля. Я пытался найти свет, в комнате была, где тьма. Шарил выключатель, и была одна стена. Тогда я посадил зерно, но забыл его обнять. И когда открыл я дверь, то пришлось ее взломать. Я пытался найти свет, в комнате была, где тьма. Я прождал немалый срок, когда понял, что-то вновь. За этой скоростью дорог я потерял твою любовь. Я пытался найти свет, там, где просто его нет. Я шарил выключатель, и забыл про божий свет. Забыл про божий свет, забыл. Забыл про божий свет, забыл. Я зажег свечу, но не вспыхнула она. Я подумал, полечу, но полетела лишь струна. Я пытался найти вход, там, где просто его нет. И шарил выключатель, и забыл про божий свет. Он есть, 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 Божий свет. Божий свет. Ну, это у многих людей вот так бывает. А вот скажите, вот Божий свет есть, а чудеса. Вы верите, что есть чудеса в этой жизни? Михаил Зеленович, я вот тот человек, который говорит, что мы живем здесь все в чудесах. Вот за одну секунду в человеке происходит 6000 химических реакций. Вы знаете, вот как бы за одну секунду. И все то, что вот, я опять говорю, что мы висим шарик ни на чем. Нас окружает полностью все. Мы можем ходить, поднять руку. Это уже чудо, я считаю. Ну, в чудеса, о которых я говорю, вы не про химические реакции. А сверхъестественные чудеса, которые посылает нам Бог, бывает по просьбе, у меня было очень много чудес в жизни. Вы не представляете, если начну рассказывать вам свидетельство, что как вот неземным вообще непонятным образом Бог заботится о тебе, это просто чудеса за чудесами. Я почему спросил у вас, вот у меня письмо, мы получили на телестудии. Это Ткаченко Виктор и еще жена, не помню, как, не написано, как ее зовут. Они пишут, что вот, уважаемый там Михаил Маргули, что все, смотрим вашу программу, все хорошо. В конце, после такой некоторой исповеди, они пишут, не могли бы сообщить нам адрес доктора Джей Рока Ли, вашего друга и учителя. И почему? Потому что они верят и знают, что как раз вот доктор Ли Джей Рокли совершает чудеса, и что люди исцеляются. И вот у них болен ребенок, и они просят, значит, дать его адрес, потому что они верят, что и по фотографии, и когда он будет выступать по телевидению, а может произойти исцеление. Вы в такое верите? Конечно, верю. А почему? Почему вы верите? Ну, во-первых, Михаил Зеленович, много всяких есть свидетельств вокруг. И живя, имея вокруг друзей, которые верующие люди вообще. Вот верующему интересно, вот есть, ему как-то проще даже на земле, знаете, быть, вот, и молиться, ему проще, я считаю, верующему проще и жить, и умирать, и исцеляться, и ждать от Бога чуда, это все. Потому что весь Бог, если мы даже смотрим на Новый Завес, все, то, что делал Христос, это как бы, все говорят, нет, а Бог говорит, будет жить там. А все говорят, умерла, а она воскресается. Вот такие вот отношения с Богом. Ну, как по-другому? Потому что Он верующий, верящий в то, что такое может произойти. И я согласен с вами. Просто, почему сейчас спрашиваю, потому что в последнее время, особенно в России, появилось так много всех этих кудесников, волхвов и... Или как? Волхвов, правильно. Которые... экстрасенсов, которые исцеляют людей. У меня один очень известный экстрасенс, значит, спросил, а что, вы не верите в мою силу, что вы? Я говорю, верю, верю. Только я не знаю, я верю, сила у вас есть, только я не знаю, чья это сила. Для меня важна, чтобы сила была светлая, чтобы сила была от Бога, чтобы сила была та, которая не на время поможет человеку, а поможет на всю жизнь. Вот такой силой, мне кажется, обладает вот мой друг Джей Рок Ли, о котором как раз вот Чита Ткаченко и спрашивает. Ну, хорошо, пожелайте и сейчас, к концу нашей еще одной части программы «Духовная дипломатия», пожелайте что-то нашим зрителям, чтобы оно было связано с чудесами. Да, чудеса вокруг нас, они рядом, нужно иногда только протянуть руку к ним, вы знаете, вот. Поэтому я желаю вам всем, протягивайте почаще руки к Богу, и чудеса не за горами. Ну вот, дорогие друзья, в такой несколько непривычной обстановке мы заканчиваем нашу программу под звуки аккордов Геры, Алексеева. Мы говорили об искренности, о таланте, о желании быть на этой земле полезным людям, но быть также с Богом. И Он пожелал вам в конце исполнения чудес, и я присоединяюсь к Нему. Я знаю, что в этой жизни есть чудеса, но для того, чтобы они совершились, нам необходимо верить в них. А для того, чтобы верить в чудеса, надо верить в того, кто эти чудеса создает у нашего Творца и Создателя. Я благословляю вас Его именем, и пусть ваша жизнь проходит под руководством и под благословением нашего Творца. Всего вам доброго, и храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова